Привет, ребятошки! По статистике, когда дело доходит до выражения своего творчества, то люди зачастую выражают его в виде рисования или написания. Ну или убогой комбинации двух этих сразу. Но те из нас, у кого более хаотичное мировоззрение, выражают себя другими способами. И как однажды сказал летчик Дитер Угдорф, желание творить является одним из глубочайших стремлений человеческой души. Так что люди на протяжении тысячелетий стремятся сделать так, чтобы их изобретение, идея идеальной жизни человечества, а также разнообразные тактики для победы в сражениях, были все более и более уникальными. Но, увы, в большинстве случаев все идет не совсем так, как планировалось на бумажке. Как, например, если бы, чисто гипотетически, в каком-нибудь альтернативном Советском Союзе для своей защиты активно бы развивалось работостроение. Причем так сильно, что роботы были бы не только защитниками государства, но и, походу, бы применялись абсолютно везде. Да так, что в 1955 году СССР стал бы мировой технологической сверхдержавой. А вроде как звучит круто, да? Ну а теперь прикиньте, что эти самые роботы, которые должны были существенно упростить жизнь людей, в итоге восстали против своих создателей. Секретные эксперименты ученых стали результатом появления ужасных монстров-мутантов, а гигантские машины и кровожадные существа, все они стали бы преградой на твоем пути. И вот как бы ты себя повел в таком случае, можешь сама лично проверить в приключенческом ролевом боевике с открытым миром Atomic Heart. Высокое качество графики, гиперреализм, захватывающий сюжет, а также множество оружия с возможностью кастомизации, сочетание техник ближнего и дальнего боя, одновременное использование двух типов оружия, в том числе перчатки со множеством умений, а еще ловушки, головоломки, препятствия и опасные разнообразные противники, чье поведение обусловлено конструкцией и заложенными функциями. Ну и само собой яркие персонажи, их секреты и вопросы, на которые предстоит найти ответы. В России Atomic Heart эксклюзивно доступен на площадке в Экоплей, а сделать предзаказ можно уже прямо сейчас, по ссылке в описании. И сегодня мы, пожалуй, рассмотрим некоторые уникальные, странноватые и дурацкие военные тактики, используемые в истории. И начнем мы с немецкого пассажирского лайнера Кап Трафальгар, который был перепрофилирован в военный корабль в Первой мировой войне. Преобразование океанских лайнеров в транспортные или медицинские суда было обычным явлением, но переобразовать их военные было все равно, что когда тебе ребенку автомат. И при этом быть уверенным в том, что ребенок-солдат может произвести ту же убойную силу, что и обычный солдат. Скажу так, фильм Рэмбо был бы намного короче, если бы он гасил малышей вместо бойцов. С началом Первой мировой немецкому лайнеру было поручено атаковать британские торговые суда у побережья Южной Америки. И для этого они придумали уникальную стратегию, а именно демонтировали одну из труб и раскрасили Трафальгар в цвета британской пароходной компании, тем самым замаскировав свой корабль под британский пассажирский лайнер Кармания. И таким образом хотели использовать эту уловку, чтобы подкрадываться к торговым судам. И вот только что идеально замаскированный Трафальгар в дерзкий и уверенный в себе отправляется в свое первое путешествие. А вскоре и вовсе встречает свою первую жертву. Пам-пам! Да уж, неловко вышло. Переносимся на несколько сотен лет назад в городок Ротенбург об дер Таубер в Германии. Во время Тридцатилетней войны город был взят графом Тили и разрушен католической армией. Ну, потому что они сопротивлялись церкви. Мы пришли во имя Бога, так что вы спасены. И когда Тили приговорил к смерти всех членов городского совета и распорядился сжечь город, Ротенбургцы попытались задобрить его Преподнеся кувшин объемом 3 с четвертью литра франковского вина Тили сказал, что отменит свое решение о разрушении города Если кто-нибудь из местных сможет осушить этот кувшин за один раз Тогда члены совета передали его своему бургомистру Который с радостью приступил уничтожать свою печень по охлеще боксерского удара О боже мой, вы сделали это! Вы спасли наш город! Да А? Что я сделал? Все мы с вами знаем, что если потек кран, то используй гаечный ключ Если засорился унитаз, то вантус Если в жизни творится полный пи***, то... Ну и конечно же, если вам надоели британские судоходства, то используйте немецкую подводную лодку Эти подводные банки смерти несут ответственность за потопление 10 миллионов тонн судоходства во время мировой войны Командиры которых до сих пор держат топчик по сей день Но британцам надоело это терпеть И они решили придумать план противостоять этим подлым, маленьким и незаметным пи***стам И прикиньте, у них появилась такая идея Точнее, несколько идей Итак, всех приветствую на нашем очередном съезде придумывания идей Которые мы можем реализовать в военном деле И на повестке дня у нас, как вы все знаете, крутые немецкие подлодки Которые терроризируют наши линии снабжения Вы были отобраны исходя из вашего выдающегося военного опыта Так что, господа Давайте выслушаем ваши идеи И помните, тупых и глупых вариантов не бывает Эээ, можно я начну? А как насчет того, чтобы создать специальные патрули на моторных лодках? Где-то по два человек на лодке И чтобы сотни этих патрулей бороздили воды у побережья При этом они были вооружены только мешками и молотками И как только патрули замечали перископ, поднявшийся из воды Приближались к нему, само собой оставаясь необнаруженными Один человек набрасывал на перископ мешок А второй бил по нему молотком Субмарина тогда лишалась бы обзора И была вынуждена бы подняться на поверхность А если мы отправим лучших пловцов Британии Вооружив их только острыми молотками? И как в случае с прошлой замечательной идеей Они также незаметно должны были бы подплыть к подлодке И херачить по ней, пытаясь пробить корпус и затопить корабль противника А почему мы задействуем только людей? Которые как бы и нам самим нужны Почему мы не используем наших птиц и морских львов? Давайте научим их тому, что поднятые перископы и звук подводной лодки Это все означает, что их скоро будут кормить И пускай они слетаются или преследуют врага А мы тем самым идентифицируем их местонахождение Срать на перископы! Давайте тренировать чаек, срать на перископы И тем самым вынуждать врагов всплывать на поверхность Из-за плохой видимости Да блин! Давайте просто покрасим океан краской И все! И когда перископ будет подниматься Он будет испачкан И они ничего не увидят через него И им придется всплывать И лучше всего использовать зеленую Чтобы экипаж подводной лодки мог ошибиться с тем На какой глубине фактически находится субмарина И будут подниматься выше, потенциально подставляя корпус под огонь артиллерии Ну, можно и не зеленый Просто как вариант Вы сейчас можете сказать, что я прикалываюсь И все эти варианты выдумал Но нет, среди них есть тот, который реально был записан документально Попробуйте угадать И это... Все! Все эти варианты есть в документах, которые сохранились в армейских архивах. От вербовки сильных пловцов в ряды ВМС до приглашения Джозефа Вудворта, тренера морских львов в океанариуме, в качестве консультанта. Ну а мы с Первой мировой перепрыгиваем на Вторую. К тому времени, когда разразилась Вторая мировая война, радио уже было хорошо развито, и немцы подбешивали всех своей раздражающей привычкой прослушивать союзные передачи сообщений. Эй, ребят, ну задрали уже, а? Может, хорош тут прослушкой заниматься? Пока по-хорошему просим, а иначе мы вынуждены будем принять меры. Слушайте, если вам что-то не нравится, то не используйте тогда прошаренные технологии. Идите вон по старинке, а голубей отправляйте. Хм. И ведь да, почтовые голуби были всегда проверенным, удобным и более-менее надежным методом доставлять секретную документацию. И все из-за способности голубей возвращаться домой. Главной проблемой была только начальная точка, так как во время войны она могла быть где угодно. А уж откуда угодно голубь спокойно доберется домой. И грандиозный план состоял в том, чтобы сбрасывать голубей с парашютом в нужные места с секретным сообщением. Интересно, как именно можно сбрасывать голубей с парашютом в зону боевых действий? Конечно, с помощью нижнего белья. А точнее, с помощью кампании по производству нижнего белья Made in Form, которые переключили с производства корсетов и бюстгальтеров для девушек на парашюты и жилеты для голубей. Но, увы, эта тактика привела к большой смертности пернатых, поскольку голуби зачастую приземлялись незамеченными хер знает куда, оказываясь в ловушке, одетые в смирительную рубашку и сексуального нижнего белья. Да потому что нужно было внимательно слушать уроки управления и эксплуатации парашютом. И не тупить в окно и семки клевать. Поэтому был разработан другой метод, при котором на этот раз голубей привязывали к груди десантника, связывая их тем самым с силой дружбы и любви на веки вечны. А когда запас голубиных корсетов закончился, то десантники тупо засовывали пернатых себе в носки, вырезая отверстие для головы и еще парочку для крыльев. И херакс, теперь у тебя есть летающая обувь. По сравнению с остальными идеями, это, безусловно, было самое эффективное. Сдаст так к сообщению адресату в примерно 95%. Хотя, на самом деле, если довести любую бредовую идею до ума и испробовать ее на деле, то все может сработать, как вы и планировали. Ну или на крайняк попадете в какой-нибудь из следующих моих выпусков бредовых и тупых идей, тактик и стратегий. Ну а на этом на сегодня все, с вами был я, Сэмонел от Академии Брокколи, и спасибо за внимание. Ребятушки, если вам, как всегда, понравилось видео, то с вас лайкучки, подписывки, репостянеры и накалякайте в комментариусах, о каких бредовых тактиках и идеях знаете вы.